Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданных. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Не стойкивайся. Мы едем в новое путешествие. Не прошло и три дня, да? И сегодня мы выдвигаемся из Краснодара в Анапу. Ехать нам по навигатору порядка трех-четырех часов. Посмотрим. Меня многие просили, покажи дорогу от Краснодара до Анапы. В Крым мы гоняли, в Сочи гоняли, в принципе, до Иванапу гоняли, но это было темное время суток, поэтому не совсем там понятно, что откуда и куда. Поэтому в этом выпуске вы увидите подробную дорогу. А если вы, например, едете из Петербурга, либо из Москвы через М4, то мы совсем недавно ехали из Москвы сюда в Краснодар. И я снял огромный, подробный, классный выпуск именно с Москвы до Краснодара. Показал, где пробки, чего ожидать. Самый актуальный видос. Именно на нашем канале. Ссылочку я оставляю в описании под этим видеороликом. Посмотрите. Ну а сейчас мы с вами отправляемся в Анапу. Погнали. Анапа. Крепостная, 75. Вот, смотрите. Ехать нам 180 километров три с половиной часа. Выезжаем, в общем, мы из района. Вот, смотрите, в нашем районе есть дорога. Вот в этом районе тут дорог уже нету. Просто ложить асфальт не стали. И вот в соседнем районе тоже можете сами посмотреть, как обстоят дела с дороги. Здесь такое некое бездорожье. Вот так вот, видите? Оп-оп-оп-оп. Вот такие вот дела. Что-то есть ли здесь? Не рад, здесь я не видел. Дорога в хлам. Ну а самое главное, посмотрите, какая замечательная парковка с левой стороны. Видите? Класс. Невероятно клево. Немножко, да, вот покажу вам Краснодар. Для тех, кто впервые попал на наш канал, я хочу немножко рассказать, что мы долгое время, ну, 7 месяцев жили в Сочи. И сейчас вот решили переехать в Краснодар. Во-первых, нам нужно родить третьего малыша. А также, почему Краснодар? Потому что у него классная геолокация для того, чтобы путешествовать. И, собственно, мы хотим проверить, насколько это удобно. Вроде все как бы близко. Азов рядом, Сочи рядом, Тюква рядом. Но, по сути, ехать, допустим, до Анапы там 140 километров, но ехать аж 4 часа. И вот мы хотим на себе это проверить, удобно ли отсюда двигаться. Мы гоняли там в Кучугуры, на Азовское море, в Крым уже ездили отсюда. Вот, поэтому, если вам так же интересно, подписывайтесь на канал и смотрите. Возможно, кто-то из вас тоже думает переехать в Краснодар. Первое, что мы делаем в путешествиях, конечно же, мы заправляемся. Правда. Вот, сейчас зальем здесь дизель 47, 85, 95 и 50 ровно. Зальем на 2000 в это путешествие. Я, конечно, надеюсь, что нам этого хватит. Если нет, то где-то будем заправляться. Так, вот мы залили на 2000 почти 42 литра. Самое мощное время, на что мы тратим вот в Краснодаре, когда едем в путешествие, это на то, чтобы выехать с города. Потому что население, здесь приток населения огромный, дорог толком нету и все в пробках. Его, наверное, час мы сейчас вот просто потратим на то, чтобы выехать из города. Вот так вот все стоит от светофора к светофору. Ну что, вот мы 40 минут толкались в пробках по Краснодару. Впереди вы можете заметить мост. Это район Новая Дегея. По-моему, недавно его присоединили к самому Краснодару. И теперь это как бы тоже город. Сейчас там проедем, будет река. Сейчас посмотрите. Вот заезжаем на мост. Здесь вот сами можете смотреть, остыть даже пост ДПС. Река Кубань. Опа. Да, дороги, конечно, в Краснодаре плохие, дороги открытия я имею в виду. Вот так вот это все выглядит. И вот сейчас будем попытать новое Дегею. Да, слушайте, река, конечно, красивая, широкая. Вот, посмотрите. Но въезд и выезд из Новой Адыгеи стоит и стоит плотно. Возможно, когда-то с этим, конечно, что-то решат. Но это не точно. Я не знаю, как вам будет видно, не видно, но впереди я уже вижу горы. Видишь на все? Нет? Я же вижу. Нет. Полу-лежа в них на Европе не видно. Да, нет, 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 вот я возьму и так далее. Впереди камеры на 40. На 40. Да, кстати, вот в Краснодаре очень много отрезоков, участков, где висят камеры на 40. Вот мы уже и выехали за Новую Адыгею. И здесь вот сразу есть Икея и Мега, которая так и называется. Мега Адыгея. Вот видите, какой большой-большой комплекс. Правда, почему-то парковка такая пустая. Леруа Мерлен. Как Куаркудем, пускай. Большой магазин. Вот, ну все, нам дальше ехать прямо 60 с чем-то километров. Вон, видите, по правую руку горы. Впереди тоже видны уже горы. Это, конечно, не сочинские, но тем не менее, да, в Анапе и горы есть. Я вам все покажу в следующих выпусках. Заехали мы в поселок, или это станица Энем. Называется Энем, как МНМ. Да, с самого начала. Вот, здесь немножко такое затруднение. Едем 40 километров в час. И развязочки. Больше, наверное, частного сектора. Есть, вот видите, придорожные всякие мотели. Так, спустя час и 10 минут мы снова на заправке. Но не для того, чтобы к нам заправиться, а для того, чтобы сходить и всем в туалет. А там начинается пробка. Вот мы с заправки выехали, и вот начинается вот такая пробка. Вот вроде бы 100 с копейками недалеко, но едешь, во-первых, в знаке. Много где стоят 40, либо вот так вот 70, как вот сейчас здесь камеры висят. Особо не разогнаться. И из-за этого, конечно, ехать не час-полтора, а все четыре. А иногда и больше. Например, если ехать, я думаю, что в пятницу. Так, вообще, пробка была просто из-за светофора. И вот мы заезжаем в Афипский. Не знаю, поселок или станица это, или вообще там район. Река Афипс. Вот тут протекает дорога. Конечно, капец. Покрытие Новороссийскому дорогу уходит правее. И мы, соответственно, уходим тоже правее. Я, конечно, не знаю, как лучше ехать вот до Анапы. Если местные смотрят, то, конечно, можете написать, поделиться лайфхаками. И мне на будущее, и я думаю, что зрителям тоже будет интересно. Потому что здесь несколько дорог, путей, как доехать туда. Блин, такая дорога. Хоп-знак. Все, можно ехать 90. Проезжаешь 2 километра, висит знак 70. Проезжаешь еще 2 километра 90, потом хлоп-40. Да, по такой дороге прям сложно ехать. Не знаю. Как вам. Вот, видите, опять хлоп, все, 70 закончился. Только въехали, уже 70 закончилось. С этими камерами. А вот это мы проезжаем станицу Северскую. Что здесь есть? Ничего. Вот здесь авторазборка большая. Причем, всякие разные тачки тут. Река Убин, либо Убин. Не знаю, как правильно. Опять сотрудники ДПС. Вот так вот стоят просто. Кошмарят грузовые машины. Посмотрите, какая природа началась. Наконец-то пейзаж гор. А здесь есть такая еще интересная палатка. Желтая. На ней стоит долька арбуза. Прикольно. Ну да, скоро начнется сезон арбуз. Пока они, конечно, дорогие. Что-то по 30, по 37 рублей, по-моему, сейчас килограмм. Заезжаем в Ильский. И здесь начинается пробка. Точнее, не здесь, а незадолго до этого станицы, поселок. Начинается пробочка. И вот так ползем 10-20 километров в час. Не знаю, из-за чего. Сейчас посмотрим. Наверное, тоже какой-нибудь светофор горит. Поток большой. Как говорится, москвичи едут. Движение достаточно плотное. Даже там, где знак 90, 90 не едем. Едем меньше. Да, все стартанули в отпуск. Завтра 1 июля. Вот мы, кстати, едем 30 июня. В Анапу, напомню. Едем еще в очередной станице. Здесь есть такие прикольные заведения. Называются пирожковые. Знаем, мы там, конечно, не ели. Но название требующее остановиться и покушать пирожки. Это вот черноморский был. Так, здесь есть знак 90. Это вот хорошо. 50 камеры контроля скорости. Аж несколько штук. Да, забыл сказать, что очень много грузовых машин. Поэтому вот, то есть это знак 90, но 90 мы не едем. Вот сейчас я оттормаживаюсь уже до 50 километров. Вот вроде бы только что висел знак 90, но мы не ехали 90. Мы ехали 50 и вот тут же знак 70. То есть это вся дорога вот такая 90, 50, 70, 40. Заехали мы в Холмску. И здесь снова камера. Вся дорога сыпана в камеру. В общем, кто будет ехать? Повнимательней, аккуратней, не нарушайте. Здесь есть автосервис, автозапчасти. Здесь есть столовая, да, вдруг как будто будет нужна такая кожаная станица, такая зеленая. Домики такие старинные, но не новая застройка. Так, вот еще одна камера. И какая-то небольшая пробочка. В общем, Холмская заканчивается, и мы выехали из пробки. Держат все там светофор, поворот направо. Это как бы такая главная дорога. Ну и вот как бы трасса, а ехать мы не можем, потому что впереди огнеопасно. Дальше едут вот эти любимые Камазы, которые возят в местную еду. В этих там колонны идет. Так, дальше у нас по ходу идет Ахтырский. Отсюда открывается великолепнейший вид на горы. И вот с холма, с которого только начинаешь спускаться перед этим поселком. В общем, с Настенькой залип. Сейчас, может быть, чуть проедем, покажу. Также здесь есть ярмарки губанские. Может быть, кому-то что-то нужно. Кто-то говорит, это очень дорогие. Кто-то, наоборот, им пользуется. Я считаю так, что если едете домой, уже, как говорится, где-то что-то как-то проехали, то почему бы не затариться на этих ярмарках. Будьте внимательны, самое главное, чтобы не обвешивали. Так, впереди камера на 40. Вот, видите, камера на 40. А вот тут вот почему-то нам нужно уйти направо. А направо, это значит, что вот, направо по главной дороге. Поверните направо. Вот, видите, верните направо. Я думал, он меня там сейчас во дворы куда-нибудь приведет, как это обычно у него бывает. Да, видите, он 9 километров. Во, видите, прямо аж 59 километров. Так. Это, кстати, все, по-моему, это будет уже прям отворот в сам город. Весь поселок, вот этот вот, или что, станица, неважно. Висит знак везде 40. Поэтому аккуратненько. И у нас указатель Абинск 7, Крымск 23, Новороссийск 71. Опять камера 70. Только, да, или 90, и опять 70. Что ж такое? Вот снова 70 заканчивается. И снова разгоняемся на 90. А дальше, смотрите, дорога уходит прямо на Абинск, или Абинск. И вот сюда, левее, как бы главное, да, уходит на Новороссийск. Вот нам именно сюда. Ой, впереди горы, горы, любимые горы. Так, вот объезжаем Абинск, и здесь получается такой тоже затор. Двигаемся, газ-тормоз, газ-тормоз. Не знаю. А, там я вижу что-то, видимо, эти, ремонтные работы. Сейчас посмотрим, покажу вам, что здесь и что ждать. Так, вот мы снова отворачиваем на Новороссийск. Здесь уже знак опять 70. Еще не успеваешь разогнаться, как снова знак. И там была пробка, я забыл вам показать. Во-первых, светофор держал, во-вторых, вот такая техника едет, типа, с дорожными работами. И вот она едет со скоростью 30 км в час. Поэтому такой затор. А мест для обгона мало. Ну, вот, хоть сейчас ушел, это уже хорошо. Сейчас хоть немножечко разогнаться. И вот, видите, на 70 было, а теперь опять знак висит на 40. Крымск 9, Новороссийск 57. Ну, Новороссийск нам не нужен. Если только попозже, постараемся доехать. Мы заезжаем в Крымск. Крымск это город воинской славы. Доблести. Доблести, да, был написан? Да. А, я, видишь, прочитал. Воинское и добавил. Начало и все, и добавил свое, как всегда. Да, доблести. Много вот этих дорожников. Здесь едут дорожники, плюс вот эти кубанские любимые КамАЗы. И из-за этого мы едем вообще просто 50. Вот средняя скорость нашего пути это 43 км в час. Вот сейчас вот мы едем, давайте я вам покажу. Вот видите, 43 км, а за бортом 32,5 градуса. Так, смотрите, выезжаем за Крымске. У нас появилась на табличке Анапа, порт Кавказ. Вот так вот едем. Значит, Славянск на Кубани, Темрюк на право. Это, кстати, как раз Азовское море. Посмотрите выпуск с Азовского моря, с Кучугуры. Ссылочку я оставлю в описании. Вот, смотрите, Крымский мост, 160 км. Тут есть указатель. Нижнебакинский 7, Горный 19, Новороссийский 54. Опять камера на 7. Ведь так, господи. Мы так долго 20 км ехали. Вот было 74 на Новороссийск. Ну, да, да, медленно, ага. Вот они, камеры стоят. Повнимательнее, аккуратнее. Сразу же здесь, может быть, кому-то будет нужно есть заправка. Тут я не пойму. Вроде цвет как Роснефть, но не знаю, что это заправка. Написано просто АЗС. Ладно, тогда не рекомендую. Ползем. Вообще нереально медленно. За трактором впереди. Здесь еще по трассе стоит достаточно прилично бойцов. Видимо, ловят всех на камеру, на обгоны, на обочины. Потому что едем мы очень медленно. В общем, мы в этой станице решили заехать в пекарню. Сейчас посмотрим, что здесь по ценам. И купим себе поесть. Так, здесь такая стела. Город-герой Новороссийск. Не понял, то ли мы въезжаем в его пригород, то ли что. Такая началась уже холмистая. Это место, я не знаю, возможно, это даже можно назвать горами. Просто они такие мелкие. Но все же это горы. В общем, здесь можно было вот этот участок дороги проехать через переезд, но он стоял. А можно по, получается, по такой дороге. Чуть крюк делаешь, но зато не будешь стоять на переезде. Кстати, вот Роснефть есть. И вот, видите, пошла развилка. Налево уходит Новороссийск, а направо Анапа. Ну, вот мы, соответственно, будем поворачивать направо на Анапу. Ну, вот, смотрите, вот это, получается, развилка здесь. Что-то пост ДПС, наверное, какой-то. Налево пошла дорога Новороссийск. Направо Анапа, Борт-Кавказ. Мы, соответственно, направо. Я уже говорил, я, видите, изначально сказал, что железнодорожные пути, что там надо было постоять. Ну, а здесь тоже ты стоишь. Вот, получается, что лучше, не знаю. Если вдруг смотрит кто-то, кто часто здесь двигается, ездит, то напишите в комментариях, правильно ли я поехал, или все-таки лучше через переезд сгонять. Ну, а какие сосновые леса на горах. Ох, какой. Да, я понял. Классный. Дмитрий Шкарсенов. Классный. 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 Это, конечно, кайф. Вот, посмотрите, вот мы заехали, получается, в Анапский район, да, ближе к Новороссийскому, и температура упала аж на 4 градуса. 28 сейчас, представляете? Как в Краснодаре жарко. Так, что это, Ленинский путь? Так, наверное, у этого поселка, говорящее название, видимо, здесь Ленин путь проложился. Кто-то в курсе, в комментариях напишите, пожалуйста. Здесь вот за забором находятся огромнейшие плантации винограда. Там был какой-то магазинчик, что ли, назывался винотека. Видимо, тут и вино гонят. Вот, смотрите, какая вывеска. Сикори 2 или что? Сикори. Настя, ну-ка, ты же инглиш в юг. Смотри, какие здоровенные плантации. Может, название вино помним? Знаю. Сикори. Ну, смотрится, конечно, у лёд. Сикори 1 вон. Слева виноградные поля. Справа виноградные поля. И добро пожаловать в Анапу. Ура, вы в Анапе. Да, добрались мы, значит, до Анапы. До самого места нам ещё ехать может быть километров 10. Так, ну, а теперь мы, смотрите, подъезжаем к вот такому круговому движению. Форд Кавказ будет прямо. Какой-то Куматырь направо, Анапа налево. То есть нам нужен третий съезд. Вот ещё, значит, Стелла, Анапа. Город-курорт. Руковод-курорт. Опа, вот так. Джигинка, Темрюк. Лево Анапа, Анапская. Суко. Это Анапская Суко. Вот, и вот тут вот, видите, сразу уходим направо. Ну и всё, и нам тут до места осталось 6 километров. Ну что, вот уже и началась Анапа со своими высокими домами, торговыми, центрами, какими-то фастфудами. Вот вы просили, сними дорогу до Анапы. Я снял. Ну а с вас, как всегда, лайк, подписочка на канал. И делайте репосты в свои социальные сети, пишите комментарии. Всё это совместно помогает очень сильно в развитии канала. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.